Итак, друзья, начинается наконец-таки Street Fighter 6, топ 6 Street Fighter 6, главные финалы Evolution Japan 2024. И вот его участники. VX Bao. VX Bao игрок на JP. Lex игрок на Gail. Rukichi. Kent player. Пожалуй, главный фаворит этого турнира. Mena RD. По лузерам прошли Moki. Kakeru. 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 Street Fighter 6 вышел 2 июня, а Tekken 8 вышел в Kante января. Kakeru. 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 25 место закончили Джон Покиучи, Энел, Хибики, Мизуха, Итабаша Зангиев, Сиан. С 33 местом завершили свое выступление Фенрич, Хикару, Панк, Рейнпро, Кичипаму, Нефью. 49 место взяли Дайго Умихара, Энгин Бокер, Кью Кью, Пугера, Шуто, Джейва, Мишикин, Маго. Очень много игроков. Где-то примерно топ 128-64. Очень, очень много игроков хороших. Что же касается тех, кто здесь представлен. Вчера мы видели Лузеров, когда Кокеру выбил этого бланка-плеера Томато Мэна. Причем выбил его очень легко, прямо скажем. Ну и как он радовался, что вошел в финалы. И ничего удивительного, потому что это значит, что он получит шанс защитить свой титул. Дело в том, что в прошлом году, еще когда арабский турнир в Саудской Аравии назывался Геймерс 8, на том турнире Кокеру одержал победу и выиграл главный приз 600 тысяч долларов, обыграв в гранд-финале Энгри Бёрд. Так что в этом году он поборется за подобный приз. В остальном, ну есть здесь среди этих топ-6 очевидные фавориты. Очевидным фаворитом является Минар, естественно. Но я думаю, что мало кто ожидал, что Рюкичи дойдет по Венером. Потому что все-таки не такой прям именитый игрок, но на самом деле достаточно известный в Японии. Потому что он участвовал и в Street Fighter League Japan. Так, Мена Арди, меж тем он выбил лузера Сяохая и выбил лузера Токиду, между прочим. Что же касается Рюкичи... Кстати, Минард здесь играл не за Бланку, а за Люка. Что же касается его оппонента, то Рюкичи на своем пути выбил Томато Мена. Выбил Крисо Бонго и Овай Чана. Ну, это как пример. Напоминаю, что поскольку это финалы, соответственно, все матчи здесь идут в FT3. Минард главный, пожалуй, здесь фаворит этого турнира. Но это не значит, что, знаете, обязательно он заберет. Все-таки здесь есть также и Кокеру, и Моки, хоть они вышли по лузерам. Да и остальных не стоит недооценивать. Конечно, конечно, Рюкичи относительно молод. Относительно не так уж давно он там на профессиональной сцене мелькает. Но, тем не менее, тем не менее, все игроки, которые участвуют в Street Fighter League Japan, они все опасны. Все. Ну и Рюкичи не исключение, конечно же. Как вы видите, он участник фав гейминг. И поехали, друзья. Первый бой, топ-6. Сразу скауч Миткика начинает именно Орди. Не забываем, что у Люка просто есть фантастическая кнопочка под названием Крауч Мит Панч, которая напрягает всех и каждого. Хорошо. Кантерхит влетает. Оп. Драйфраж. Дроссок. Еще один Драйфраж подъезжает. Минард. Нашибить попытался. И, ой, если панишь, еще один. Какой-то панический прыжок был от Рюкичи. Так, Мити. Вау, Кантерхит. Есть конферен через Драйфраж. Ага, убивай. Да, супер первого левела вкачивает Рюкичи и первый раунд за ним. Так. Окей. Санбласт. Еще Санбласт. Все еще лучше Проджектайл в игре. Ах, почти завив панишал Рюкичи, но Крауч Мит Кик достает. Протаскивает в угол. Найс бэкдэш. От броска от Минарда на вейкапе. Санбласт. Вив паниш через Крауч Мит Кик. О, остановился. Так, на выгорание остается Рюкичи. О, ждал этого Драйфража Рюкичи. Есть паниш через Вип. И рвет бросок. Вы посмотрите, как Кантерпук и встречает здорово Рюкичи уже не первый раз. Бросок. Так, микс. Так, Драйфраж. Ой-ой-ой, как не вовремя Проджектайл стрельнул сейчас Рюкичи. За это получает. И супер третьего левела вкачивает Минарди. Еее. Окей, не убил, на Питере повисает, но Тикс Роу дожимает. Удивительно, там, как выжил Рюкичи, с учетом, там, ну, не знаю, вроде бы должен был снять от Питера. Ну, ладно. Хорошо. О, подойте. Хороший Перфект Перри. Вот. Минарда. Тикс Роу еще один, не рвет Рюкичи. О, останавливает. Вот он Фудсис, пошел. Так, отличный Перфект Перри. Опасается стрелять Рюкичи. Сравч Мид Панч, а? Когда не знаешь, что нажать за люка, нажимай Крауч Мид Панч. Ой-ой-ой, суперка на вейке первого левела от Рюкичи и Паниш Минард. 1-0, его позже. Перфект. Жуть. Сразу же реванш. О, перфект Перри. Отлично, от Рюкичи. Ага. Протаскивает в угол. Торнер Кэрит. Эмпкий джамп. Бросок. Крауч Мид Панч, опять. Вы посмотрите, на 3 километра достает, не меньше. Жесть. Ну и кнопочка у люка. Кошмар какой. Отличный Перфект Перри. Три Перфект Перри подряд от Минарда. Хорош. Хорош. Крауч Мид Кик достает от Рюкичи. Еще раз протаскивает до угла. Митя заходит. Ага. Ага. Окей. И тут же Митя пихает. Оу. Найс. Есть Перфект Перри. Меняет в сторону Рюкичи. Оп. Бросок. Чуть-чуть КП остается у Минарда. Шимми. Текст Роу. Рюкичи. И доигрался, пацаны, вся эта смерть. Критикал Арт и смерть. Доигрался Рюкичи. Приколист нашелся, блин. Убивает. Это смерть, да. С учетом того, что это Критикал Арт. Ааа. Рюкичи. Минард как бы показывает. Не смешно. Оу. Выпрыгнул с нейтрал джампом Рюкичи. Ага. Так, Драйф Рашем заезжает. Оп. Оп. Ммм, прочитал Драйф Реверсал. Вы посмотрите, Минард. И наказывает. Отличный паниш. Ага. Так. Тожек Ферри. Хорошо идут у Минарда. Оп. Ммм. Крауч Миттихон достает Минард. Ага. Так. Митти заходит. Ой-ой-ой. Что-то все. Бой просто под тотальным контролем Минарди идет. Крауч Миттих на Митти. Ммм, да. Ммм, да. 2-0. Черт, как-то все печально для Рюкичи смотрится. Даже через чурья бы даже сказал так. Минард чрезвычайно серьезно. Лететь там через полмира, чтобы просто пошутить? Ну, нет. Ой, хорошо встречается с контролкой. Рюкичи протаскивает в угол Минарда. А, Верхай заходит. Красок. Окей. И на стенку кладет на стенку драйфинг-пакта. Ммм, да, набетил на ДП. Смотрите, Рюкичи. И перфект в ответку. Ух, трекрашник заезжает. Минард. О, вау. Хорошо. Вау. Дерил, здорово. Бросок на бросок, мимо. Хорошо. Порвал бросок Рюкичи. Ах, почти за Виф Панишел. Далеко, далеко. А вот, а вот от Минарда есть Виф Паниш. Все, это смех. Второй левелл, убивай. Па-па-па-па-па. Пау. Ее. Матч, клоинт для Минарда. Ну что, Рюкичи, неужели так просто все будет для... для Минарда? Неужели не дашь серьезного боя? Так, дрейфрэшн заезжает. И бросок. Еще один дрейфрэш. Оп, оп, оп. Краучшмидкик. Тихо. Вот он, Краучшмидкик. В ответ тот Минарда заходит. Ой-ой-ой. Адукин. Ага, ага. Вау. Почти. Далеко слишком до Виппаниша. ДП. Хорошо. И дрейфрэшн заезжает. И супер. Да, третий левел. Вкачивает Рюкичи. Окей. Бам. Оп, свит. Очень осторожен Рюкичи. Одна ошибка и смерть будет, он это понимает. На, Светкиком встречает. И все-таки забирает Рюкичи один бой. Показывает, что не так-то просто. Не так просто будет. Один бой отыграл. Оп. Краучшмидкик. Ага, ага, ага. Корнеркерит. Аверхайд на Мити. Есть консформ. ДП-шечка. Так. Так. Ой-ой-ой-ой. Как Древфрэш и Краучшмидпач пропускает Минард. И это смерт. Угу. Хорош. Отлично. Разыграл на Рюкичи? Все. Все нормально. Ооооу, Виф Паниш через Древфрэш заехал. Ооо. Красиво. Так. Так. Есть Виф Паниш через Краучшмидкик. И. Драйв импад в контер. Ой-ой-ой-ой-ой. Минард замахался. Ага. Митик. Плюс. Ох-хо-хо. Выбрал за как Минард. Данул супер. Ох-хоу. Найт. Второй лайвал. Краучшмидк панч. Окей. На выгорании остается Рюкичи. Если Виф Паниш через Сандбласт. Ага. Адукин. Адукин. Краучш. Жесть. Ага. Так. Так. На выгорании все еще Рюкичи находится. Все. Выгорание закончилось. И теперь выгорание у Минарда. Мало-мало хп у Рюкичи. И Краучшмидк панч. Пацаны. Кнопочка на все случаи жизни. Не знаешь, что нажать. Нажимай Краучшмидк панч. Рекавер просто потрясающе быстро у этой кнопки. Потрясающе. Матчпоинт для Минарда. Угу. Адукин. Фуцист. Фуцист. Вау. Был готов к этому драгон патчу. Эээ. Драгон кику Минард. Отличный перспири. И супер на выиге. Прочитал Минард. И наказывает. Ой-ой-ой. Печалька. Все печалька для Рюкичи. Ага. Так. Оп. И Краучшмидк панч забирает Минард. А, нет, не забирает. Пиксель остается. Супер на выиге. Нет, еще жив Рюкичи. Но, конечно, один пиксель остается. ДП. Да, есть ДП. Ну, блин, тут... Вау. Краучшмидк панч заходит в хит. Тихо. Тихо. Это еще не конец. Это еще не конец. Это еще не конец. И, конечно же, благодаря выгоранию не в последнюю очередь. Точнее, даже в первую очередь смеется Минард. Жесть, Рюкичи. Вот это, мать его, начало. Начало топ-6 стритфайтера 6. Ух, сильно, сильно это было. Красава, Рюкичи. Не сдался, не сдался до конца. Решающий бой. Так, Строчмидк кика начинает. Оп, аверхат подлочил. Угу. Ух, как хорошо бэкдэш шнул. Так. Вау. Найс бэкдэш от Рюкичи. Ну, посмотрите, как путься, да? Но, Строчмидк кикмит пончом заезжает Минарди. Оп. Нету перфектери. Оп, оп, оп. Угу. На выгорании находится Рюкичи еще и в углу. Но тут, тут очень сложно выжить. Очень сложно. И на стенку. Это практически, это не практически гарантия. Ну что ж, еще один матчпоинт для Минарди. Перфект. В отметку тебе перфект. Ага. Так. Краучмид панч снова заходит от Минарда. И снова в углу Рюкичи находится. Оп. Краучмид панч. Еще один. Ага. Так. Краучмид кик. Отвечает своим Краучмид киком Рюкичи. Очень осторожен он на Оки. Контерпока заходит. Вау. Найс. Хорош. Хорош бэкдэш на вейке от Минарда. Убивай. Это смерть. Это смерть. Ну что ж, 3-2. В пользу Мена Арди. Великолепная победа. Очень, очень нервный бой был на самом деле для обоих игроков. Фух. И Минард выходит в топ-3 по минирам. Ну а Рюкичи достойно, достойно сражался. Просто потрясающий камбэк сделал, но этого не хватило. И он спускается в лузера. Спускается в лузера. А к... Кмоки, кмоки. Отличный бой мы увидели. Хорошее начало. Ну конечно, капец. Рюкичи прям практически повернул ход боя. Великолепно. Но пока что, пока что прогнозы сбываются по поводу Минарда. По поводу того, насколько он является здесь сильным фаворитом. Сумасшедшая, конечно, кнопка Крауч Мид Панч. И обратили внимание, насколько быстро она рекаверируется на вихи. Практически моментально. Конец asks. даже брюки че не сдался 6 на байтил как а не этот следующий комбэк невероятный был просто с пикселя просто посмотрите с пикселем вытащил рюки че клещами этот бой просто 6 и наказал да рюкич был хорош ну что ж впереди нас ждет следующий второй полуфинал виниров это vx bao игрок за джейпи против лекса игрока загайло напоминаю что в топ-6 вышло два джейпи один по мини рам второй соответственно полузерам но все-таки к керу является более таким известным игроком на джейпи и пожалуй лучшим игроком на джейпи но он оказался в лузерах тем не менее до него мы еще дойдем а пока что vx bao x bao против лекс на своем пути убрал лузера колду так убрал лузера мизуку между прочим что же касается vx bao до чикаго он убрал кстати на своем пути так погнали джейпи против гайло ну и кстати единственный американский плеер американский плеер из сша который попал в топ-6 оп хорошо есть интер и найт перфект перри от vx bao ага окей ставим депортер и погнали да хочешь хочешь позвониться с джейпи ну попробуй попробуй телепортулся эмпти телепорт бросок есть перфектаре и оказывается vx bao нашими ой хорош ой 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 на консор хорош хорош шип депортиру ставим и закидываем женичками шинка нет бросок порвал на трэсп x bao заезжает драйв раша и ах почти почти джейпи наказал супер к второго и погнали хороший драйв реверсла был от vx bao найс флэшки шимми заходит от лекса так ну что хватит чтобы убить и да под корочку хватает красава лексу посмотрите-ка каков а хорош сильная игра готов к джейпи однозначно так на испанишь от vx bao ставить свой депорт все западем трейд ой 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 хорош на прыжка на прыжка отлично зашла сейчас на паниш непривычно знаете для гайло там бегать за своим оппонентом обычно все наоборот но это же джейпи есть конферн так так супер ко второго левела и поехали сейчас будем миксапить а ничего себе ой 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 флэшкик на реверс или прожимает лекс промахивается и наказывает vx bao так на прыжечка сошла окей угол аверхэт пропускает vx bao амити бросок так так прессинг очень терпелив x bao нету анти эра и еще одну шимми заходит от лекса перфект ничего себе а на этот раз напрыгнул же vx bao хорошо ставить депортер и зашимел флэшкик на вейке рискнул сейчас лекс рискнул второй левел хорошо избежал этого алекс трейд тихо а есть у лекса он может убить если зацепиться конечно зацепился такие все это похоже смерть ну наверное должно хватить должно ходить потому что это критикал арт ну-ка конечно конечно это же критикал арт 2 0 опачки хорош хорош что теперь небольшую паузу взял передо сном выпил водички и злойка точек суплексом рт выигрывает лекс а у ничего себе останавливает драйф раш хорошо и counter hit стенд хэви панч от x bao ставить депортюр так очень очень терпеливо подбирается лекс хороший он прям предчувствует знаете когда надо выпрыгнуть и драйф импакт на стенку положил лекс а убивай хорош хорош матч-поинт для лекса так быстро все происходит вот это останавливает заходит прессинг эмпти джам бросок в углу оказывается в x bao недоконферно ой драйф раш пропускает нити так но пока не использует амнезию кстати в x bao ни разу не рискнул второй левел поехали ставить депортюр все перетерпел лексу так перри перри и отмечены плашки на выгорании находятся в x bao ой 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 лоу еще лоу и ух амнезия воздушный бросок так sonic boom заходит lex 3 0 забирает он этот бой и выходит в топ-3 ну что друзья топ-3 топ-3 крупнейшего азиатского турнира по файтингам вышли два американских плеера один из доминиканской республики второй из из сша собственно говоря жесть нормально так нормально посмотрите что происходит лекс хорош но лекс не такой уж и новичок на самом деле он не новичок то есть это игрок которую я помню что на многих турнирах неплохо выступал просто суть в том что у него нет денег кататься на различные международные ивенты и как правило его участие ограничивается только американский участие на американских ивентах и все сюда он поехал под спонсорством на кольду между прочим если вы обратите внимание на тег лекса то там написано на кольду это на кольду оплатил ему еще нескольким участникам поездку на evolution japan это на самом деле есть такая практика которую моду на которую завал как раз таки сам на кольду будучи также когда-то являясь новичком человеком который не имел никакого не имел средств куда бы то ни было кататься помнил те времена и будучи ставь профессионалов с профессионалом он помогает иногда другим игрокам куда-то поехать японцы ничего не потеряли все нормально это только начал но я кстати говоря вам напомню что evolution japan не входит в состав капком про тура то есть здесь победитель не получает никакой квалификации ну что ж таким образом на минарда вышел лекс векс бао упал лузера к кокеру кстати говоря то есть нас лузерах ждет мира матч но сначала четверть финал лузеров рюкичи против моки соответственно кен против чан ли моки невероятную игру показывает за чан ли очень силен прошел на своем пути криса вонга сяо хая ойл кинга всех убрал его самого лузера кстати сбросил томатов мэн за бланку игрок кпт начинается в июле поэтому часть матч за выход в топ-4 по лузера нет какерус бросил лузера рюкичи как раз вот этот чувак за кен которого мы видим на экране ну чтож поехали по поводу того что участвовали ума не знаю так погнали и ты еще хайп господа даже напрыгивает трюки че окей так наши милу рюкичи окей окей но аптек на веке делает моки лауна мити заходит раз ой 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 хазан за летает от моки ну что оверхед drive rush тихо на предик воу как лукрашну моки и забирает в первый раунд черта себе хорош используя смоки сиди в углу оверх и заходит есть лифт паниш но нету конферма рюкичи да что ж такое и все это смерть супер 3 да конечно максимальный дэмэдж и это 1-0 в пользу моки хорош полезно как на контр хитрюкичи и отличная перфектария меняет сторону угол очень агрессивная конечно же игра персонаж окей протаскивать в угол рюкичи оверх и заходит и это смерть ой дропчанские но ладно нашим бросочек мидии еще бросок шиме заходит шиме от ноги второй левел сэджа о нет много бросает смотреть и вау прочитал моки что будет про джектайлу посмотрите пропалила своим слайдом 6 пропускает рюкичи и дп на вейке как же он рискует а так есть перфектаре очень мощная игра от ноги зашел так выбивает тихо на выгорание остается моки хорошо достал стенд мид панч иметь эпоха ой 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 чёт как-то рюкичи опускает опускает так так оверхэт панец что это было рюкичи что это было какой боже какая-то сумака тупая вообще была кошмар какой да что-то ошибся в экзекьюшене сейчас и за это получил все непременно шанс на был на самом деле на камбэк потому что моки был на выгорание он мог за камбэш кокен оптимбак поблочил вот это контрпока заезжает с драйв рашем не боится выгорания моки вообще ой 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 как пропускает рюкичи на выгорание он находится и на стенку кладет его моки матч-поинт да уж что-то как-то все печально для рюкичи смотрится вот такой супер камбэк сделал против минарда неужели это все на что он способен так моки агрессивен агрессивен полка по уже нету рюкичи смотрите на реакцию моки это фантастику просто фантастическая отличная перспори от рюкичи хорошо супер он вламывает чтобы выгорание получить противника аверхат они получат вау контрпока чуть зашла так а теперь супер нет ошибается моки и это шанс это шанс для рюкичи так на выгорание моки и выгорание еще не закончилось и на стенку кладет это это раунд это раунд использовал эту ошибку рюкичи красава все непременно 11 по раундам ошибся ошибся моки сейчас супер контиром и соответственно потерял потерял всю суперку и потерял раунд и прочим рюкичи воспользовался этим очень здорово есть ли поняш от моки делает да ты шутишь и персик перри трюкичи и интересно суперку третьего лава он вламывает хорошо найс аптик так так драйв фрэш пропускает моки практически с ускрина что же один раунд отыграл я чё-то не понял пацаны это рюкичи это что мистер камбэк что ли он только что на грани смерти был буквально хорошо встречает моки контрпукой так м тело запарил хорошо менять сторону рюкичи бросочек угол нету дп интересно драйв реверсал использует рюкичи ошибается но снова дп на вы икапе боже мой жесть как же опасно играет рюкичи а ведь моки так не рискует он не делает откик на вы икапе тактик тролл порвал рюкичи хорошо ой 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 ошибается это моки и забирают раунд рюкичи должен забрать супер конечно конечно очень экономно второй левел не стал давать еще один раунд в пользу рюкичи кравч митки заходит от рюкичи до стеночки он доводит ау на стенку положил положил вот она аптек на вейке уже от моки хорошо и супер отдает рюкичи но это еще не смерть пока что окей так на выгорание остается моки на выгорание у дп отличная от рюкичи он знал что тут так или иначе даже если бы поблочил моки все равно он бы умер от чипа в любом случае смерть была бы что друзья 22 только что 20 проигрывал и почти почти умер но тем не менее сейчас 22 найс аптек от моки рвет бросок да какие-то выпиливают камбэки фантастические рюкичи драйвом паку как всаживает моки нити не поверил не поверил своими тимоти на выгорание он остается еще и против кена в углу на выгорание печаль кого печаль к дп хорошо но тут тяжко тяжко выбраться сейчас моки так так миксы миксы на халяву просто на халяву миксы и на стенку кладем матч point для рюкичи вот это да ребята чё происходит так как все повернулось драйв пашин проезжает с кауч митки ком рюкичи жесть плюс о хорошо суперку вламывает моки второй левел вау кроссандер вы посмотрите что делает на выгорание рюкичи остается текст ро порвал nice хорошая тире есть конфермат моки все еще выгорание и супером выбивает супером этот митерю кичи на статкик на анти эр хорош и еще супер сколько он супер обломил тихо тихо так все выгорание закончилось улики че на издп он ждал он ждал хазанши да ну супер и поблочил рюкичи боже мой вот это камбэк рюкичи как как черт возьми он это сделал это невозможно вот это да фантастический камбэк от рюкичи фантастический реверсал блин это не человек моки по моему сам там шоке жесть это как вообще так вот это камбэк на я была от рюкичи фантастика просто фантастика он в каком-то шаге от поражения был из 20 сделал 32 это просто невероятно как ему это удалось черт возьми что за фигня такая такой бывает серьезно ну чтож моки моки занимает пятое место выбывает из турнира ну а рюкичи выходит в топ-4 полузера жесткость просто жесткость человек камбэк да что-то фантастическое сейчас нам продемонстрировал рюкичи и в первых двух матчах 1 2 боях к мокин настолько уверенно забрал но это же стигал остались не только мое утопты вытикайся на вода гата что-то тюри ханалирунда буду конец просто жесть ну чтож она ждет впереди следующие четверть финал узеров это миррор матч двух джейпи как эру против и x-ball между прочим к керу лузера к к керу выбил на своем пути хикару выбил на своем пути вот они такие ду и томата мэна томата мэна он выбил легко самого к к керу лузера сбросил рюкичи это очень сильная заявка прямо очень сильно сейчас мы посмотрим кто из двух джейпи плееров выйдет в топ-4 по лузера к керу либо в x-ball мэрор матч джейпи мэрор матч джейпи джейпи против джейпи а смотрите-ка в x-ball решил решил брать кена на этот бой не хочет он джейпи поехали ой 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 ну к керу конечно не привыкать играть против кенов различных мастей в частности против таки да и он 20 сыграл например и анти конечно кравочками патч хорошо плюс racing анти конечно жмет в углу к керу ой 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 хорошо есть амнезия куда полез что-то за дропал к керу машет своим хэви панчом на выгорание остается в x-ball так так чипуем посмотрите к керу максимально слон накроен просто ждал ждал на бейте и станцию стенд лайк почти 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 контр хит бросок окей держит дистанцию к керу x-ball пытается подойти но тяжко драйв реверстал использует к керу так угол но смотрите на вейке краучлайт патчи прожимает и суперку второго лава заводит к керу поехали найс еще и 10 ну ага ага хорош отличный домочок ставит депортьюр и камбуленко убивай это смерть как уверенно сыграл к керу просто жесть плюс ничего себе такие да 9 место занял абсолютна уверенная игра от котеру всё чётко знает что делать знает как делать так но пропускает вwach ставит депортьюр краж миль кик это хороший стаггер jp так плюсы воу дайв раш ах не поверил вj вл очень осторожен к керу ошибки в паниш через веб-векс бал хорошо аверка заходит один конечно конечно выйдет что-то мне какиру заезжает векс бал еще один драйф раш осторожен вейс бал осторожен он пытается завив паниши прям на вив паниши сосредоточился о не достал на выгорание остается векс бал но кроуч слайд патчи заходят на митии окей трейд достал ты палкой своей джейпи так наказывая вид 2 драйф раз заехал окей ставить депортер кусочек в угол и на выгорание остается векс бал на сатир и супер первого до выбивает супером на ингуле весь бал здорово есть паниш третий левел нет 2 2 лаван ставит очень экономненько коферу неплохо бросочек угол найс депортер ставит и бросает в угол терпит терпите их звал пока что бой за угол ой 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 в кадр хит хорошо аверхэт нет промахнулся митии промахнулся векс бал и за это поплатился 2 левел заводит к керу и поехали почти на выгорание оставляет векс бал почти ой 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 бросок еще один депортер и лу заходит ой 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 тихо на выгорание все еще векс бал ой драйф раз залетает это смять конечно конечно ну что ж 20 пользу к керу ну что векс бал будет ли сейчас брать джеки номера матч либо не решится ой 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 понижкандр заходит от какер сходу окей ставить депортер махнул какер не аккуратно хорошо ставить депортер ночью геймплей пацаны не торжам заходит от векс бал ставить депортер хорошо и на стенку положил векс бал хорошо убивай веселая камбуленка веселый джагл не должен но и хороший век пониж через 2 кашу к керу ночью ты как-то не довел хороших пониж вот к керу геймплей с ускорена ждал этого телепорта к керу хорошо среагировал к керу своим драйф импакта ставит 2 левел окей окей жесть ой 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 как пропускает на прыжку к керу тут же второй левел заводит векс бал хороший домачок окей перфект перри и в угол эмти джам бросок такой такой затяжной джамбу бросок так второй левел попробуй выбраться не смог отыгрывает один бой векс бал 21 хорошо свит не дал джам но тем не менее затерил к керу уже перестал есть эти нейтрал джампы так разводит керу ой 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 чуть-чуть кп остается у векс бал заезжает драйф рашем ну что да панишь рискнув твоим цвипом сейчас векс бал и за это был наказ матчпоинт еще один для кокера ай ой ой пропускает ладно антир конечно так хорошо есть конферн ставить депортер ой 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 как на прыжку пропускает но не за консерный векс бал бросок еще один не этажам заходит не до консер мил но чуть-чуть кп остается у кокеру если панишь один пиксель стагерит оба стагерят и драйв импак нет поблочил к кер успел одер конечно а сейчас уже опасная ситуация на самом деле потому что кер может комбэс комбэчить если зацепиться вау и супер 2 поехали чипуем кого бошистый мой это камбэк да это кабак нет один пиксель не хватило и супер на веке от векс бал заходит векс бал супер к на веке 1 лэвл имеет in bull имеет и она сейчас зашла ой жесть вообще просто жесть чё творится как прессинг от векс бал есть перри от кокеру меняется ау не меняет сторону все набросок о боже мой в контр-хит пропускает векс бал хорошо ставить депортер кокеру найс он ожидал выпрыжки паниш печалька печалька и еще и зарисеть оброском ну что 2 лэвл ко всему прочему есть у кокеру а ее так вот ответный второй кто быстрее пойдет и быстрее зашел весь вау лалка просто лалка оба пикнули второй левел так настя нет амнезия амнезия вот это реакшен будет сейчас от кокеру вы видели какой реакшен он сделал он амнезия именно на реакцию прожал ну что ж таким образом кокеру выходит в топ-4 полузера ну а векс бал покидает турнир с пятым местом просто шесть да как все это было близко близко но все таки еще не говорил у кокеру очень очень сильная реакция много чего прямо на реакцию берет ну чтож кокеру топ в топ-4 выходит по лозерам на рюкичи на того самого рюкичи который и сбросил его в эти лузера ну а мы ждем но мы ждем финал виниров мена арди против вот чего не отнять у кокеру так это хорошая реакция все-таки он доказывает что он или текущий момент является лучшим джей пи плеером в мире каковым он был и вообще-то всегда близко все очень близко было особенно когда они оба завели этот супер второго левела это было смешно и посмотрите красавь зашел но не убил просто пиксель один оставил и супер первого вот этот момент смешной конечно посмотрите видите он был готов к кокеру был готов к этому драйв импакту и сделал как раз таки эту амнезию на реакцию это прям было видно ну чтож кокеру хорош ничего не скажешь хорош но впереди нас ждет матч кимена арди против лекса это финал виниров матч за выход гранд-финал в топ-2 гарантированные но что ж а ж да им банки начнет на этот раз да с бланки напоминая что на этом турнире минар играл на люте тем не менее бланка это тоже один и поехали увлекается сразу же этими соник бумами и подъезжает слайдом меня так что достает есть антиер от лекса в испании хорошая от лекса атер конечно и хороший контент минарда напоминаю что в топ-8 был и другой бланка плеер это человек с никнеймом томата мэн но занялся место и конференцию смерть хорошими фониш лекс лично соник бум на мити заезжает драйф раша и инсту хохохо заблокировал этот инстант блага болу лексов как махнул бэксисом неаккуратно из-за это панишет его минард второй левел заводит опешек царе хорошо хорошо чем будем вы посмотрите в это окно влезает пока и лекс и супер вламывает третьего левела и раунд он забирает хорош хорош знает как против бланки играть что естественно доехал флешкик на вайкапе рискует лекс именно за это наказывает прочитал он бланка чан выбирается из угла лекс но бланка чан все еще тут заводим бланка чан хорош антиер перетерпел лекс антиер есть флешкик окей заходит и отличный перфект перри гугл кидает минард и еще один флешкик на вейкапе и наказывает минард за это на выгорание остается лекс но тут еще и начиповать сейчас скорее всего начипует да конечно нереально выжить было уже 1-0 заезжает хорошо угол джиме от леса эх нету антиера лекс контрпока и машет машину чуть-чуть опаздывает уже просто в наглую машет этими наверхами минард если в понише от минарда и угол тикс рова порвал и есть их понише через банка бал супер заводим так на выгора не находится ух лекс чипуем ой 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 не рассчитал дистанцию минард и бросок забирает минарди окей антиер хороший сразу на реверты крауч митик жмет минарди осторожно осторожен минард в пани шну дистанция такая далекая поэтому не коннектится нифига хорошо да встречает в контр хит минарди и банка боу ю ю несчастья как далеко этот драйв раш заводит так 2 лево заводит минар суперка есть у лекса но не тратит он не дропчанский дропнул тихо тихо так супер 2 лавала и да ну да ну прожимает бланка бо об банка болт все-таки минард ансейфы между прочим и забирает второй бой 20 6 близко было пони что есть пони шат лекса боится так откровенно зонить что естественно лекс банка бол еще один трейд ой-ой-ой найс паниш каунтер залетает от меня арди бросок в угол так прессинг прессинг и в паниш как махнул неаккуратно лекс и это смерть так супер первого левела ну что ж матч-поинт для минарда еще и зашло гид лалка жесть какая-то ой-ой-ой джампинг кик заходит блин подставился сам лекс бланка чан ага заряжаем на бейтил на на бейтил откровенно минард вы посмотрите сколько бейтов сделал за этот за этот матч минард и они все практически зашли ну что друзья 3-0 особенно под конец очень уверенная победа минарда и он выходит в гранд финал по венера пока что минард целиком и полностью оправдывает статус фаворита этого турнира не знаю что будет дальше на посмотри извините что иногда как бы слишком долго молчу потому что это ухо болит к сожалению она воспалилась у меня и я наушниках сидеть и из-за этого она потеет и воспаляется еще больше блин она меня просто убивает сначала в первые три часа это было еще не слишком сильно заметно в первые три часа стрима но потом уже совсем трендец какой-то был так что терпим из последних сил вот я вату подставил чтобы она поглощала излишнюю влагу и меньше помогает конечно ну чтож а у нас впереди полуфинал лузеров это матч реванш прежде всего для кокера между прочим ну нет не из-за наушников просто потеет из-за наушников так-то она ухо воспалилась из-за какой-то инфекции что-то туда попало ну чтож кокеру встретиться против рюкичи соответственно джейпи против кена напоминаю что именно рюкичи сбросил лузера кокеру и для последнего это матч реванш это бой за выход в топ-3 полузера я не знаю что такое отец понятия просто воспалилась воспалилась что-то там спухла видимо и из-за этого давид она на стенку и ухо и она очень-очень болезненно впечатляет ощущение так ну что друзья полфинал лузеров вовсе на лузеров реки чин против кокера кен против джейпи мы посмотрим насколько джейпи точнее насколько кокеру сможет взять реванш своего оппонента не надо забывать что к предыдущем бою все-таки матч шел за двух побед а здесь уже до трех что погнали ваша цель кокеру и драйв реверсал использует а юнеши промахнулся на не воспользовался этой ошибкой кокеру краучмид кик заходят и в угол тащит реверсал подождал хорошо и драйв рашем заезжать драйв импакт очень очень грамотный о трюки че сейчас был угол и какой виппани шикарный 1-0 по раундам 6 так осторожничает кокеру что естественно отличный перфект перри отреки че и снова он протаскивает в угол так отличный перфект перри на выгорание остается рюки че да еще и в углу а яркая заходит чуть-чуть тайминг этого депортьюра не рассчитал кокеру супер проваловала погнали с минимальными самом деле потерями избежал рюки чекам очень очень аккуратно так просит кокеру несмотря на то что там метра не было у рюки че на тот момент на выгорание он был но супер кота была ой 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 за вашим заезжает кашмид киком кокеру ставить депортер еще рюки че тоже не особо торопитесь о тихо бросочек оба оба осторожности путь каждый пытается поймать на свой 15 секунд остается никто из них не хочет рисковать тем более катеру потому что лайфли ты на его стороне ой выпрыгнул и на испании хорош тут уже конечно рюки че надо было что-то делать потому что уж слишком мало времени оставалось раунд за кокеру заходит просочек хорошо а у дай фраз но не до консервной супер третьего лава горит в обоих причем антиер конечно есть веру на выгорание остается рюки че ой 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 супер третьего лава да на дэша поймал сейчас к керу своего оппонента на этот шип и супер третьего лава вламывает пиксель остается у плюсы плюсы и чик до ой 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 испании через качметки и empty job а нет мити пропускает антархит и рюки че рвёт бросок блин покеру покеру он реально страшно когда зажимать что шанс о какой лишь понесет люки че нет нашими от люки чей раунд за ней окей протаскивает угол красочек заходит но не бросается керу в ответочку и да он ждал он ждал этого dp и наказывает к керу еще и супер 3 лава лава по полной программе наказал кошмар так на выгорание остается рюки че у него есть есть супер как выгорание использует ну тут конечно тяжко если ты на фулской линии на выгорание против с малым количеством хп против петровича еще бросок используя 3 кичи лив паниш очень осторожничать к керу тихо тихо и второй левел есть у коферу но в углу он может а у нас имел нашими рюки че 6 11 здесь была огромная просто опасность для рюки че потому что у к керу был второй левел и соответственно ему разок зацепиться неважно там по блоку по хиту ну там по блоку даже и соответственно он сжигает второй левел и там уже супер миксап выжить почти нереально ну чтож 11 ой 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 заходят от рюки че протаскивает в угол хорошо достает меняет сторону к керу ставить депортер хорошо порвал боже как же разводит рюки че ужас хороший антир ставить депортер отличный парень опасно опасно ситуация равное количество хп вив пониж ой 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 как виснул рюки че вторую на серии ну и за это умер заезжает как я русская очметки ком ставить депортер командник и супер поблочил поблочил рюки че и наказывает он максимально корнер кэрит заходит реверсов катеру посмотрите на реверс или просто это поки джебы и жмёт рюки че так есть перфик перри второй левел ну погнали микс оптайм так нити зашло ведь ой 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 и бросок пропускает пропускает рюки че как-то очень жесток а верхая заходит контрпоками машут заезжает и амнезия очень много бросать кокеру дп на вейкапе рискнул впервые в этом бою рюки че хорошо драйв импакт и да выбивает этот драйв импакт рюки че там больше двух ударов было но на выгорание остается что очень опасно петровича так выпрыгнул спасается буквально спасается рюки че бросок выгорание заканчивается че будет максимально уже к керам выгорание закончилась и на дэше ловит к керу на шип и таким образом это матч поинт для него драйв вашим заезжает рюки че и вновь но всего борьба за угол на издп отличный персик перри менять ой 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 не меняет стороны но тем не менее бросает хорошо отличный персик перри а трюки че окей так а теперь конечно слишком откровенно на крышка заехал краш вид тик в контёр что рюки че последний шанс будет ли камбэч на рюки че понимает что одна ошибка и будет смерть одна ошибка ой красав заходит и вот она смерть матушка ну что ж 3 1 в пользу к керу и он выходит в топ-3 по лузерам взял он все-таки свой реванш против рюки че который остается на четвертом месте жесть реки че мистер камбэк но не в этом случае таким образом к керу выходит в финал лузеров ну алекс загайло уже показывал что он умеет играть против джейпи соответственно именно он лузера сбросил веке балл я за джейпи такая знаете очень грамотная позиционная игра александр Дмитрий Кузьминь к чему что друзья единственным японским плеером топ-3 является какер но видите уже как бы год спустя уходим почти что год почти год спустя как еру все еще вот этот наушник от уха убрался полегче было то совсем не надо головой так сильно мотать когда короче шею туда-сюда верьте что отдаются на ухи ладно ну что друзья финал лузеров у нас перейдем матч за выход гранд-финал соответственно как я роза джейки против лекса из сша за гайло посмотрите какер в прекрасном настроении приветствует ну конечно здесь за него болеет естественно потому что единственный японский плеер оставшийся на турнире и конечно здесь очень многие хотят чтобы именно он стал победителем вот вам небольшая статистика победителем эволюшн джапан по street fighter он еще никогда не был не азиатский плеер никогда не был западный игрок победителем эволюшн джапана за всю свою историю но история эволюшн джапана на самом деле насчитывает не так много лет это это пятый эволюшн джапан соответственно было два японских победителя один из южной кореи это infiltration и один из тайваня это ойл кинг он на последнем эволюшн джапани как раз таки выбрал в прошлом году но там тогда еще был стритфайтер 5 его дикимусы джапан стрит файтер 6 мою йо-йо зле до косу асады мотосты юшу а до рейна ты не сильного к поехали лекс против какеру соответственно гайл против джейпи матч за выходом гранд-финал маша своими контрпоками фониш чуть не рассчитал там дистанцию олекс антир конечно на дэш вау ничего себе дакан на конфермер там кокеру через депортиру попробуй подойти лекс а когда подойдешь попробую еще зацепиться и летает кокеру только стрельнул sonic бумом сразу за это поплатился супер да хорошо контрхи зашло ой 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 антир хороший перри долго держался кокеру и забирает раунд лекс до угла довел раунд забрал в испании ну четко подъехал не рассчитал снова кстати уже во второй раз так дистанцию лекс и за это поплатился супер здорового левела сжигает кокеру nice damage и на выгорание остается лекс будет аверха заходит тихо чип чип дэмэдж ой 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 задумался лекс он так прям здорово ну сумел остановить подобраться к векс балу но здесь получается у них куча спасти так носочек переиспользует лекс драйв импакт вау хорошо достает свою палочкой к кокеру чуть-чуть не достается драйв фарш уже не первый раз лет бросок ух шип мимо пролетел так но выгорание остается лекс выпрыгнул night что в этом шанс лекс но второй левел есть у кокеру что очень очень опасно хит еще пропустил ой 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 так вот а второй лавал от кокеру ну так я все перетерпел попытался очень испанчика входит от лекса но и супер кокеру потерял что тоже немало и в плане доставших ну нету анти эра и за это наказывает его к кокеру окей что ж такое то где где терпение алекс твое которые то которым здорово сыграл предыдущем раунде чуть-чуть торопится как будто мы посмотрите на это не возникает у вас ощущение что торопится эмпти джам бросок что-то все проще и проще для кокеру и супер к третьему лавала для 20 ребят что-то как все хуже и хуже у лексов реально такое чувство что он перестал быть терпеливым и в паниш хорошая кокеру бейтет бейтет кокеру кокеру лузера сбросил руки чего йо 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 в испании через депортьюр и смерть до шикарный джагл от кокеру и это матч-поинт встречается крочкой панча как нету их паниша бросочек випания что есть и панишет кокеру суперку будет будет вламывать третий левел скачивает кокеру что-то как-то улица все печально очень смотрится так так что алекс сможешь ли ты включить камбычную или как очень терпи очень терпелив и вот он контрпока заходе это плекса раунд закомбычил он один весь метр пришлось потратить но это хорошо стучать кокеру когда пока своей аверхед пропускает ну попробуй подобраться джейпи да еще задача пропускает по чуть-чуть по чуть-чуть но какер откусывает хп своего оппонента антиер хороший и отлично с реактив сейчас кокеру своим шипом овердрайвом еще и на выгорании остается супер хорошее решение у лекса второй левел когда заводит кокеру ну и теперь тут просто это смерть да второй левел на вив панишем сделать но там даже если бы успел побочить лекс шансов не было там бы он все равно убил бы в чип гляндж так или иначе ну что ж друзья кокеру великолепно великолепно выступает прямо скажем и он выходит гранд финал по лузерам против мена арди но здесь уже конечно очень и очень непредсказуемо на самом деле не обязательно что меня арбиту в легкую задача скорее всего нет если затащит но тем не менее возможно минар кстати начнет как раз таки с люка хотя если вспомнить историю они вообще на турнирах по моему он против джеки брал бланку как раз таки перейди последний бой гранд финал топ-2 мина отлетел от кокеру не на никуда не отлетал он по венерам вышел в гранд финал минар никому не проигрывал на турнире он же по венерам как это он отлетел и по вине и в венерах остался что странные у вас какие-то эти самые на логика ну что ошибка но а и 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 впереди нас ждет гранд финал последний матч эволюшн джапан 2024 завершение ブーブーを破って そんな価値するんだっていう 飲食者残っている ただ ただここでですねはい まあ皆さんここまでねかなり激闘試合数はそこまでじゃないもののめちゃめちゃ固有試合を見てき ましたので 決着を見届ける前に愛ケアをね 100さっき ハメチャンやったから あきゃさしてもらってもいいですか じゃあどうぞどうぞ やってください あのちらみにね 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 みんなで アイケアしましょう アイケアしましょう 俺もしたいんだけど そうすると потом егоになるから 準備していただいて はい やほんとにここまで なかなかとして если так посмотреть то в основном кстати говоря здесь выигрывали японцы как раз по тэкину Чикурин взял турнир по Granblue Fantasy vs Rising тоже японец Rookies по Search Strike японец Sho Under Night Revers японец Kyo японии против доминиканской республики ищщай данцы heroには v-road premiums 何来かですね と ю добилсяりが おすすめです ве-дрохе ямуね вот поところで ground final итакところですか こちら準備が 少しあるということ はい о話し указать いきたいと思います как это пауза возникла непонятно просто не с того не всего вроде они так нормально нормальном темпе шли-шли и культура цью ябка это пауза и рона и рона и рона и рона и рона но что шапку гранд-финал по street fighter 6 evolution japan 2024 как я рух хорошем настроении смотрите ну не надо предоточить с люка начинает меня не была в таком виде битва но не ботан чек строим где он шахта акинасу из то что по крайней мере на батон чек он взял люка минард хочет это типа взгляд взгляд как он любит помните когда стаки да я не играли на эволюшене друг на друга грозда смотрели прямо как а здесь он тоже хотел то же самое с кокеру но кокеру не понял его замысел сначала поэтому грозного взгляда не получилось но поехали тем не менее гранд финал о street fighter 6 сказать не надо абсолютно сосредоточен просто на максимум а вот это или кокеру сенша саншай сеншу карты медальди сеншу лузов и потусти висит то что больше саншай сенши не катего юшу ту ю куруруру мочиром макенаси но беда арби юс ну чтож поехали поехали все-таки в бланке ночи погнали и ты на счет он заезжает кокеру ставить департюр такие микс-апс мид скрина от бланки хорошо кэфик перри кашки киком достает и заезжает драйв вашем кокеру хорошо да отличный понишь шик промахнулся кстати говоря кокеру замечательный воздушный бросок так трейд ртс бланкобол бланкоболом выбивает минарт бросок второй третий так и супер ко второго ла ла поехали прессинг бесконечный прессинг бесконечность не предел еще один бросок и на выгорание остается чипу и чипу и чипу и чипу и чипу и да за чиповал до смерти хорош ничего себе как остановил катеру хорошо но держит угол этот минарт и снова бросает перфект перри найс второй левел суперки погнали менять сторону кокеру так ставить депортер трапчик ой 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 как махнул хэви почем сейчас не аккуратно кокеру и шимми от минарда заходит конферен через активацию второго лавала заряжаем бланка чан и крауч мид кейк хит заходит на фрейм трапчики 10 пользу пользу минару и тут же резво начинает и второй бой хорошо блин так разводится тимбанка болом так ой 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 и в плане лишь от минарда очень много бросков амнезию ставит хорош еще и суперку вкачивает минард один пиксель остается у кокеру и да пока что все печально для кокеру смотрится слайдом заезжает ой 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 ну прям забросал столько образков кошмар какой еще и супер второго лавала активирует минарда смерть 20 пока все очень и очень печально для кокеру да жесть очень много бросков до угла доводит и там же кокеру тяжело забираться короче мид киг хороший стаин и джейпи Тихо, бросочек. Ах, нету, нету вив паниша к кокеру. Перфект перри, найс от кокеру, ничего себе. Хорошо, хорошо, ставит депортьюр. Оп, бланка бол, воздушно. Угу. Оу, драйв фрош лоу. Посмотрите, как стагерит Минард. Жесть. Тиксроу. Так, так, второй левел заводит. Минард, ну попробуй повыживай сейчас к кокеру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто жесть, просто жесть. Лоу пропускает. И чипуем, чипуем, чипуем. Торнамент поинт для мена Орди. Так, товарищ Миткачан начинает. Ага. Оп-оп-оп-оп. Жесть. И опять в углу. Так. Воздушный бросочек. Вот кокеру. Антиер. Хорошо. Депортьюр ставит. Оуу, хит пропускает Минарди. Угу. Еще один депортьюр. Так. Хороший риф паниш. Угу. 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 Ставит депортьюр. Уууу. Найс перспектив. Так. Еще бросок. Аверкет. Так. И второй ловел. Ой-ой-ой. Второй ловел есть. И в бросок. Один пиксель. Ха-ха. Амнезия на Вейке. Амнезию на Вейке делает Кокеру. И голова с плеч показывает Минард. Ну что, друзья. 3-0. В пользу Минарди. И он становится первым чемпионом Evolution Japan по Street Fighter 6. Забирает, забирает он этот трофей. И более того, он становится первым западным игроком, который выигрывает Evolution Japan по Street Fighter. Первым. Ну и напоминаю, что Минард, кроме того, двухкратный чемпион Capcom Pro Tour. Три bin Galoo 구�ли Abraham put vị. Минарди 팀 из битвела Минард. 2017 и 2022 года. Какая уверенная победа от Минарды. Просто жесть. По всем прошелся. Это то, что сейчас мы залили мед intenst pfus салмоемOkay. Минард для вовремя unique игроков O feeding fan of excel. ну что ж друзья таким образом минард становится первым чемпионом evolution japan по street fighter 6 напоминаю что в предыдущем и в предыдущем году был street fighter 5 по его japan но в этом уже сф-6 но повторяю он не входит в рамки капком про тура однако все все топ-6 игроки которые сегодня участвовали финал соответственно они все получают приглашение инвитейшн на турнир и sports cup который пройдет неизвестно когда летом летом в риаде в саудовской аравии соответственно где каждый из них поборется за призовый фонд миллион долларов так что и напомню что предыдущий турнир вот gamers 8 и саудовской аравии выиграл как раз таки к керу но здесь прям настолько настолько минард знаете был хорош просто всех прокатило очень сильная игра несмотря на это знаете самым сложным его оппонентом все-таки оказался кстати и люкичи игрок на кене который с 2 0 ну почти почти камбэк ну то есть 20 22 сделал в итоге но тем не менее выздоравливай да надо надо выздоравливать блин это ухо совсем уже отваливается дожидаемся дожидаемся церемонии награждения были были на этом турнире знаете свои сюрпризы почему серьезный сюрприз были игроки которые никак не ожидаешь спасибо за стрим очень крутые матчи выздоровливай да нет спасибо за донат спасибо за 100 рублей за поддержку да крутые матчи крутой турнир вопросов тут нету ну и соответственно конечно же выздоровливать надо печально для меня когда начинал сегодняшний сегодняшний финал и более менее нормально чувствовал себя и думал что продержимся как-нибудь 9 часов чем дальше тем хуже становится когда мортик на его будет ну когда когда в июле дожидаемся церемонии награждения соответственно чемпионов ну и кратко-кратко пройдусь сейчас по street fighter 6 получается чемпионом является смена арги из доминиканской республики по текину 8 выиграл чикурин из японии за лили по гилл тигр страйву выиграл американский игрок tempest meek за лео вайт фанга по гранд блю фэнтези версус ради выиграл руки за сиглайл за сихе и биллайл а по street fighter 3 страйк выиграл японский игрок шо за юно по king of fighters 15 выиграл тайваньский игрок ИТ за Кларте, Гиза и Ислу, и в U2 CSLS выиграл Кёу, японский игрок за Гордиао. Это такие краткие итоги Evolution Japan 2024. Я надеюсь, вам понравился рестрим, я надеюсь, вам понравилась трансляция. Дожидаемся, дожидаемся окончания, точнее не турнира, а окончания церемонии награды. Ну что ж, вот они, все шесть финалистов. Дед Саше, спасибо за 250 рублей, большое спасибо за донат. Ребят, большое спасибо за поддержку. Я знаю, что Evolution Japan рестримили очень много людей, и я очень рад и счастлив, и большое вам спасибо, что выбрали именно мой рестрим. Надеюсь, я оправдал ваши ожидания. Кратко. Так, восьмое место по Street Fighter 6. Восьмое, седьмое место заняли Tomatomen за Бланку и Xiaohai за Кена. Пятое место VX Bao за JP и Кена. Пятое место Moke за Чан Ли. Четвертое место Ryukichi за Кена. Lex за Гайло занял третье место. Кокеру за JP второе. Ну и, конечно, победителем является Мена Орди. Игрок за Бланку и за Люка из Доминиканской республики. Ну, прямо скажем, очень силен был Минард. Однако и Кокеру показал просто невероятную игру на самом деле. Ryukichi самый хайповый игрок сегодняшнего дня. Точнее, по Street Fighter, да? Это Ryukichi. Господи, его камбэки это что-то потрясающее абсолютно было. Топ-3 получает также подарки от спонтера в виде рюкзаков для отказа стиков от VX. Минард Лекс говорит, куда пошел, стань сюда, что ты уходишь. Че-то Лекс как-то не особо радостный, честно говоря. Третье место занял на его Джапане, тут бы радоваться. Че-то не особо он рад. Кокеру. Второе место от спонсора рюкзачок. Ну и еще и контроллер, конечно же. Профессиональный, модульный, между прочим. Ну и, конечно же, для Минарда. Рюкзачок. Рюкзачок и аркадный стик. Точнее, не стик, а хитбокс. От Victrix Pro. С гравировкой чемпиона Evolution Japan. Вот посмотрите на Минарда, да? И вспомните, в 2018 году, господи, он совсем еще мальчик был. Так незаметно, 6 лет прошло. А сейчас он уже такой вот, уже видно, что более взрослый его чувак. Тогда он совсем как, ну, как пацан был, вот реально, ну, только большой. Подарки от Рофту Зимэна. Интересно, что у Рофту Зимэна. Ну, короче, у Рофту вот этих вот капель для глаз. Смотрите. Never say never. Никогда не говори никогда. Слоган. Это название одного из фильмов про Джеймса Бонна. Еще не засудили, скучим за это. Ну и, конечно же, 1 миллион йен призовой для победителя турнира после 5.36 для Минарда. Абсолютно заслуженно. Абсолютно. Очень сильная игра от Минарди. Ничего не скажешь. Заслужил. Замечательный игрок. Очень сильный. После своего успеха на финалах капком про Тура 2018, он ненадолго уходил для того, чтобы поднимать, так сказать, свою файтинг к Комуну. Ой, 2017. Уходил там на некоторое время, чтобы поднимать свою файтинг к Комуну в Доминиканской республике. И, соответственно, тогда же организовалась эта команда Бандец. И, соответственно, тогда же появились такие игроки, как Кабо и еще несколько ключевых участников. Ну что ж, слово победителю. Я не знаю, как хорошо это будет translated. Hopefully, это очень хорошо. Я знаю, что это место для стрит-файтера, и место для стрит-файтера, и место для стрит-файтера. Это место для стрит-файтера, и место для стрит-файтера. И уже к началу стрит-файтера 6 уже представляло себе его из себя очень и очень серьезную такую большую эмоциональную силу. Ну и не забываем, что между прочим он занял второе место на Evolution предыдущего года, выступив только Angry Birds. Не очень удачно выступил в итоге на финалах Кабко-Контратура 2023. Но, тем не менее, все еще остается одним из ключевых игроков на этом поле. Вот он, трофей. Вот она, награда Минарда. И что ж, друзья, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели мой рестрим по стрит-файтеру 6, ну и по остальным, соответственно, файтингам. Надеюсь, вам понравилось. Это был Evolution 2024, стрит-файтер 6, топ-6 финалы. Мы с вами встретимся в следующий раз, пока не знаю когда, но на следующих турнирах точно уже увидимся.